Но уже через 6 минут, вышедший на замену Балоев, получил отличный пас от Дубровина и уверенно пробил по воротам. Счет стал 4-1. Один из самых красивых эпизодов игры эти же игроки разыграли уже в зеркальном отражении. Балоев обводит двух защитников, подает на Дубровина, тот в падении бьет головой, но забить, ну вы, не получается. Были шансы красиво забить и у Тулы, но выход один на один к торпедовским воротам ни к чему не привел, а от гола после штрафного спасла штанга. И уже на второй минуте добавленного времени Алам Балоев подает слева, Визникин в борьбе скидывает мяч на Зинина и окончательный счет встречи становится 5-1. Торпеда второй раз на этой неделе выигрывает на родном стадионе. Ну здесь можно говорить только что исполнительское мастерство команды Торпеда Владимировна, ну в общем-то практически все и решила. Те моменты, где допускались тактические неграмотные ошибки или технического характера ошибки, Владимир нас тут же наказал. А как при счете 3-0, естественно, я думаю, что здесь и играть уже попроще, и соответственный результат соответствующий. Олег Петрович. Ну, я доволен игрой, доволен результатом, может быть за исключением второго тайма, когда все-таки же при счете 3-0, те футболисты, которые выходят на замену, они в общем-то должны более уверенно играть и в общем-то, скажем так, добавлять в игре, а получилось совсем наоборот. Мне просто удивительно, потому что ничего не давлело, и они в общем-то, я считаю, слабовато сыграли. Слабовато.